Тазы и ведра на ступеньках лестницы, чтобы спасти подъезд от потопа. Новый, но постоянно протекающий водоотвод с крыши заставил жильцов дома на Приморском бульваре 16 объединиться против стихии. А вот жилищники новую протекающую ливневку называют всего лишь нестандартной. Подробности у Сергея Курбана. С помощью вот такой кухонной и банной утвари уже несколько дней жильцы Приморского 16 справляются с потоками воды. После замены старой чугунной трубы ливневой канализации на пластиковую, после каждого дождя их подъезд наполняется звуками капели. Накануне после затяжного дождя вода протекла аж до первого этажа. Раньше можно было поставить тазик, теперь уже оно все течет по стене, и вот просто на тряпке, и уже уходит туда вниз, и по стенам, и через перекрытие, и по стене внутри течет то самое нижнее этажей. Мы сегодня, вот с утра сходили, отнесли заявление им, они пришли сегодня, поставили кольцо резиновое туда, где-то куда-то внутрь, но вечером пошел в пять часов дождь, и все опять потекло. Сегодня приходили слесаря, они сказали, у вас сделана нестандартная стальная труба, монтирована в эту стену. Ну, нестандартная, а я-то чем могу помочь, что она нестандартная? Но они же специалисты, они должны сделать так же. Пока жители Приморского-16 не написали заявление на имя руководителя ПЖКО «Ягры» в управляющей организации, по телефону жильцам отвечали примерно так. Здесь Приморского-16, вас беспокоит 9-й подъезд. У нас сегодня был дождь, нас снова затопило. А когда результаты будут, когда приедут делать? Мастеру все передано. Спасибо. Вот так вот у нас мастеру все передано. Каждый раз вот так вот все. В самой управляющей компании по телефону нам ответили, что образовавшаяся течь это лишь технический вопрос, который устраняется. И пообещали сделать все в кратчайшие сроки. Там меняли ливневку, сегодня должны все устранить. Но сам ущерб подъезду там какой-то нанесен? Да никакой там ущерб не нанесен, шоу, там высохнет все и все. То есть, ну как бы никакого косметического ремонта там не понадобится? Высохнет, будем смотреть. Кстати, за дождь в подъезде жители Приморского-16 заплатили из собственного кошелька. Средства на нестандартную ливневку заложены в тариф содержания жилья. Сергей Курбан, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска. Субтитры создавал DimaTorzok